Во вторник, 1 марта, в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылась выставка фотографий и сувениров из разных городов и стран. Кошка, которая гуляет сама по себе. Автор фоторабот Анна Попова, профессор РГУ имени Сергея Есенина. Многие любят кошек, я не исключение. Меня привлекают это красивые, изящные, независимые животные, очень эстетические. Ну а так как я увлекаюсь еще и фотографией, то естественно вполне логично, что я еще их и снимаю. Особенно в интересных социальных ситуациях, которые они иногда нам составляют. Международный день кошек отмечают в библиотеке в шестой раз. И это неспроста. Проекты, связанные с утверждением идеалов добра, уважительного и бережного отношения к природе, к братьям нашим меньшим и сохранности окружающей среды – важное направление деятельности библиотеки. Если говорить о взаимосвязи кошек и библиотеки, то безусловно, здесь связь самая, что ни на есть прямая. Потому что если какой-то любитель кошек встанет в тупик, как общаться со своей красавицей, он обязательно придет в библиотеку и обязательно попросит помощи у книг. И, как показывают экспонаты библиотеки, он эту помощь обязательно получит. Потому что здесь на выставке представлен ряд книг, которые повествуют о породах, об уходе кошек. Кроме фотографий, посетители выставки могли увидеть книги о кошках и сувениры с этими животными из многих стран, выполненные в разных техниках. Коллекцию Анна и Ольга Поповы собирали с 1995 года. Началось все с глиняного сувенира из села Пощупово. Теперь здесь есть и коты-моряки, и рыбаки, ученые, и охотники. Отдельная часть коллекции называется «Кошкина география». В нее попали фигурки животных, ставшие брендом какого-нибудь города. Например, котенок с улицы Лизюкова из Воронежа или болгарский кот из Габрова без хвоста. Но главным гостем встречи стала кошка, которая уже 12 лет живет в библиотеке Салтыкова-Щедрина. С читателями общается? Когда у нас был отдел иностранной литературы на Салтыкова-Щедрина, она туда очень любила ходить. Причем она укладывалась на кафедре, позади библиотекаря, который сидел на кафедре выдачи. И очень долгое время там проводила. Выставка «Кошка, которая гуляет сама по себе» будет работать две недели до 14 марта. Вход бесплатный в любое рабочее время библиотеки.